Здравствуйте! В эфире телекомпании «Город» программа подробностей. И ближайшие 10 минут посвятим предстоящим празднованиям Дня молодежи. У нас в гостях Татьяна Евгеньевна Пыжонкова. Добрый вечер, Татьяна Евгеньевна. Здравствуйте, Олеся. Праздник мы будем начинать уже завтра. Расскажите, с чего начнется? Да, традиционно 27 июня – это День молодежи, но в Рязанской области в этом году мы будем этот праздник праздновать с 26 по 29 июня. Завтрашний день, он будет отмечен рядом мероприятий, но мне сначала бы хотелось бы сказать, что вообще в рамках празднования Дня молодежи у нас пройдет около 40 мероприятий по всем муниципальным образованиям Рязанской области. Для нас это очень важно. Они будут похожи? Нет, они будут совершенно разноплановые. Это и фестивали, и молодежные конкурсы, и акции, и зарядки, и совершенно деловые вещи. То есть все муниципалитеты предложили какие-то свои продукты. Но вот просто для того, чтобы почувствовать даже по названиям, по креативным, насколько это будет разно, я себе позволю процитировать. Вот, например, молодежная программа «На взлет» на территории аэродрома «Крутицы» Шиловского района, акция «Мы за здоровый образ жизни» в Захаровском районе, праздничные мероприятия «Время молодых» в Пронском районе, «Вечер созвездий молодых» в Ряжском районе, «Поколение 2014» в Кораблинском районе и многие-многие другие. То есть мы ожидаем, что в среднем около 30 тысяч молодых людей активно примут участие вот в этих мероприятиях. Это и старшеклассники, и молодежь, и люди, которые чувствуют, ощущают себя молодыми. Ведь молодость – это, наверное, все-таки состояние души в большей степени даже, чем возраст. И надеемся, что все это будет очень интересно проходить, потому что все к этому готовятся. А ссылочку на то, что все-таки впереди еще два рабочих дня до выходных. На это сделали? Но дело в том, что лето, во-первых, да, очень многие находятся в отпусках. И, как правило, это вечерние мероприятия, тогда, когда уже люди, даже если заняты на работе, они могут себе позволить отдохнуть. Поэтому в основном в районах это именно время такое, ну, вечернее. Тем более сейчас лето, мы с вами знаем, что темнее и поздно, и поэтому молодежь может себе позволить, в общем-то, развлекаться допоздна, что, в принципе, нормально. На каких основных площадках пройдут празднования, с чего они начнутся, какое количество народа там поместится? Ну, вот, хотелось бы сказать, что центральной площадкой вообще будет Рязань. О Рязани, хотелось бы сказать особо, мы очень благодарны администрации города Рязани, что традиционно очень активно участвуют в проведении Дня молодежной территории города. И вот уже начиная с 26-го числа, то есть это уже завтра, у нас начинаются крупные и большие мероприятия. Так, в 10 часов утра завтра у нас начинается третий трудовой семестр, трудовое лето 2014. Это, так скажем, символичное отправление студенческих, строительных, педагогических, агротехнологических отрядов для работы летом. Около 2000 студентов будут работать летом, получать новые профессиональные навыки. И 3000 старшеклассников тоже в этом году будут трудоустроены. В основном они будут работать на благоустройстве своих территорий школьных и городских. Это тоже очень хорошее дело. То есть вот с такого делового, хорошего, цельного мероприятия мы начнем с 26-го. Завтра же впервые в Рязанской области пройдет мероприятие, которое называется «День дублера». Это инициатором этого явилось наше молодежное правительство, которое работает уже в течение года. И наши молодые министры в течение этого дня будут дублерами основных министров, зампредов правительства Рязанской области. По каждому министерству разработан индивидуальный график работы. Так что каждый отработает в своей части. У каждого молодого министра есть свои задачи на этот день. Нужно сказать, что во вторник состоялось расширенное правительство в Рязанской области. И там выступал председатель молодежного правительства. Все молодежное правительство тоже приняло участие в работе правительства. То есть ребята уже в течение года стажировки. Безусловно. Это и знак доверия, и, так скажем, воспитание кадрового резерва тоже. Потому что государственная служба – это очень непростая служба. Поэтому ребята узнают, ребята постигают. Это необходимо. Преемственность должна быть везде. И молодежь должна понимать внутреннее содержание той работы, которой она собирается заниматься в дальнейшем. Вот день дублера. И завтра же у нас будет около библиотеки Горького в 17.00 открыт литературный квартал. Это инициатива Совета молодых библиотекарей. В сквере около библиотеки будут размещены медиаплощадки, где будет проходить конкурс. Это уже акция интерактивная, очень интересная. И вот это будет открытие. Оно будет посвящено стране Греции. Очень интересно все будет. И каждую среду, потом с дня открытия, с 16.00 до 19.00 часов, летом, молодые библиотекари будут проводить вот эти вот открытые литературные площадки. Это очень хорошо, потому что это популяризация истории, литературы для наших детей, для нашей молодежи. Вообще привычки читать. Конечно, безусловно. Это хорошая привычка. Да-да-да. Поэтому вот эта инициатива молодых библиотекарей, мы ее очень поддерживаем, приветствуем. Это что касается 26.00 числа. Ну а дальше непосредственно сам День молодежи. 27.00 июня. Мы начнем с правильного дела. В 10.00 утра около муниципального культурного центра на площади Победы соберется очень много молодежи на традиционную зарядку марафона здоровья. Каждый год собирает все больше и больше людей. В общем-то, фитнес-тренер профессиональный проводит вот эту зажигательную такую зарядку. Молодые врачи следят за состоянием здоровья, те, кто пребывает на зарядке. Но в этом году еще администрация города предложила за этим проектом провести еще и танцевальный флешмоб. Это тоже очень интересное дело. То есть после зарядки люди не расходятся, а еще будет такая вот интересная танцевальная площадка. Далее в этот день у нас запланировано большое мероприятие во Дворце молодежи. Открытые площадки около Дворца молодежи начнут работать с 16 часов. Это и файер-шоу, и интерактивные площадки штаба молодежного актива города Рязани, волонтерского центра города Рязани, советы молодых педагогов. То есть это будет живое общение с молодыми людьми, которые туда придут. И, соответственно, в 17 часов в зале Дворца молодежи будет торжественное награждение активной молодежи, творческой, спортивной. Тех, кем мы гордимся и за заслуги, кого нам хотелось бы поблагодарить в этот день. И сопровождаться награждение будет выступлением лучших коллективов «Черного кота-2014» рязанских и «Студенческой весны-2014». У нас замечательно в этом году прошла «Студенческая весна». Есть чем гордиться, есть что показать нашей молодежи. И подарком всей вот этой нашей замечательной молодежи будет выступление команды КВН Высшей Лиги сборной Камызякского края. Так что к нам приедут Камызяки. Я думаю, что это будет очень весело, интересно и креативно. И День молодежи в Рязани мы предлагаем закончить тоже под открытым небом на арт-площадке, которая находится на Лыбинском бульваре с 10 часов вечера до 2 часов ночи. Любезно предоставлена нам эта площадка. И будут показаны фильмы о развитии детского и молодежного движения. Я думаю, это тоже будет очень интересно. Осталось теперь все спланировать и попасть хотя бы на несколько площадок. Это самое главное. Скажите, что за олимпийская составляющая всего этого празднества? Это тоже очень важно. Она как раз будет позже 27 числа. Да, совершенно верно. В рамках празднования Дня молодежи вот так все совпало, что 28 июня – это Всероссийский Олимпийский день. В регионе он будет отмечаться очень широко. Более 60 спортивных мероприятий. Это и велопробеги, и легкоатлетические эстафеты, кроссы, веселые старты. Различные мероприятия. Лучшие спортсмены региона будут мастер-классы показывать в районах. То есть вот это все будет проходить у нас на территории и Рязани, и всей Рязанской области. Активно принимающие участие в этих мероприятиях ребята, молодежь получат майки с символикой как раз олимпизма. Это будет очень интересно. Мы за здоровый образ жизни хотим, чтобы наша молодежь развивалась в нужном направлении. А вот 29 июня впервые в Рязанской области будет проходить спартакиада молодежи до призывного возраста. Это общероссийская спартакиада. Для Рязанского региона это большая честь, потому что организаторами этого мероприятия является Министерство спорта Российской Федерации, ДСАА в России и проекты Рязанской области. К нам приезжают более 550 юношей в возрасте 15-17 лет из 45 регионов страны. То есть вся страна, весь цвет нашей до призывной молодежи будет в городе Рязани. Но Рязань выбрана не случайно, потому что нам есть чем гордиться. Традиции военно-патриотического воспитания, они достаточно мощные в Рязани. У нас уникальное, единственное в мире воздушно-десантное училище имени Маргелова, которое готовит высокопрофессиональные военные кадры. Поэтому ребятам будет что посмотреть. И сама спартакиада будет проходить в течение пяти дней на как раз базе десантного училища. Мы будем использовать тир ДСААФ, бассейн «Спартак», стадион «Спартак» по разным видам спорта. Но в основном это все, что связано с военной подготовкой. Это и военизированные эстафеты, легкая атлетика, и метание гранаты, и плавание, и пейнтбол, и другие виды спорта, где будут состязаться наши ребята. Нам, конечно, нашей команде хотелось бы пожелать успеха и удачи. Мы надеемся, что Рязанский регион выступит достойно. Ну, а всех рязанцев я хотела бы пригласить 29 июня на большое открытие вот этой всероссийской спартакиады. В 10.15... Кстати, это будет воскресенье, это уже будет выходной день. В 10.15 около Ледового дворца мы начнем с большого физкультурно-спортивного праздника, где будет много анимационных площадок. Это и стритбол, и шоу силового экстрима, и боевое единоборство, и арчи-шоу, это стрелки из лука. И будет выставка военной техники, и проект нашей школы «Солдаты будущего». То есть там будет что посмотреть, в чем поучаствовать, потому что это интерактивные площадки будут. И в 11 часов само открытие в Ледовом дворце будет очень интересное и красивое лазерное шоу, показательное выступление наших десантников, нашей гордости, и выступление лучших рязанских коллективов. И мы всех приглашаем, всех рязанцев, взрослых, детей, приходите с семьями, потому что это будет очень интересно, и от организаторов каждого пришедшего ожидает подарок. Спасибо большое за встречу. Я напоминаю телезрителям, что это была программа подробностей. Если вы что-то не запомнили из этих 10 минут, смотрите на нашем сайте. Ну и, как водится, не прощаюсь. До встречи уже на празднике. Редактор субтитров А.Семкин